Память Память На речке Рогожки располагается деревня, получившая свое имя от одного из первых его владельцев. По Песцовым книгам 1627-1628 годов значится в Московском уезде Ростовской Волости как старинная родовая водчина половины села за Петром Ивановым сыном Мансуровым, а другая половина за вдовой Марию Парфеневской женой с детьми Тимофеем и Василием Мансуровыми. А в селе место церковное, что была церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, да в селе 12 дворов крестьянских. Благовещенская церковь была построена и освящена в 1628 году. По смерти Петра Ивановича Мансурова его половина досталась родной сестре Прасковье Ивановне, жене Бориса Нащекина. В 1704-1710 годах при Благовещенской церкви служили священник Дмитрий Никифоров и дичок Михаил Дмитриев, а село насчитывало 22 крестьянских двора. Жизнь в старину была тяжелой, твердили нам, но как сказать, тяжелой, но зато веселой, хотя в Матвеевское взять. Село когда-то было бойким, здесь был трактир и магазин, и путь проезжим одиноким тоской и скукой не грозил. Праздновались пышно праздники, гулянье было вдоль села, и на Казанскую обычно здесь даже ярунка была. Гостей ко всем съезжалось много, веселье было все три дня, и поклонившись в церкви Богу, за стол садилась вся родня. В наступившую эпоху воинствующего безбожия Благовещенский храм, кое более 300 лет соединял людей с Богом, был закрыт и разрушен. Это трагическое событие, которое негативно отразилось на духовной жизни жителей Матвеевского, произошло в 1933-1936 годах. В 1929 году священник Василий Архангельский, долгое время служивший в храме, был арестован органами ОГПУ. 23 ноября того же года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило протоиерея Василия к трем годам ссылки в Северный край по обвинению в антисоветской агитации. После недолгого пребывания на свободе, после заключения протоиерей Василий был снова арестован 22 сентября 1937 года и заключен в тюрьму в городе Волоколамске. 13 ноября 1937 года по приговору тройки НКВД протоиерей Василий Архангельский был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой. Священномученик Михаил Рыбин служил в храме в селе Матвеевском Подойского уезда. За ревностное служение отец Михаил был награжден оперственным крестом. 25 января 1938 года отец Михаил был арестован органами НКВД и заключен в тюрьму в городе Серпухове. Свидетели показали, что священник крестил школьников-подростков по просьбе матерей без согласия их мужей. В тот же день следствия было закончено. Тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник был переведен в таганскую тюрьму в Москве, а 17 февраля 1938 года он был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутова под Москвой. В начале 90-х годов 20-го столетия жители нашей страны сделали свой выбор, выбор, которому Русь следовала тысячу лет. Хочется надеяться, что все, что произошло в минувшем веке в России, больше не повторится. В 2000 году от Рождества Христова по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия на месте прежнего храма был воздвигнут памятный крест. Позже рядом с крестом установили аккуратный памятник односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. С этого времени и началось постепенное воскрешение села Матвеевское. Обрести утраченное бывает гораздо сложнее, чем сохранить то, что уже есть. Эту истину священник Павел Шемин понял, когда в августе 2001 года он, по указу правящего архиерея, был назначен настоятелем строящегося храма в деревне Матвеевское для возрождения духовной жизни местных жителей. У нас было два места, где мы совершали молебны. Это вот площадка, в данном случае она видна на фотографии. Площадка, где сейчас там Матвеевское кладбище. Вот часть молебнов была совершена там. Там большая площадка, здесь дорога была, здесь машины проезжали часто, дачники. Поэтому было затруднительно собраться даже 20 человеком. Мы дорогу тогда перегораждали. Поэтому мы собирались там. Тогда же стал вопрос, где, в каком месте ставить храм. Это еще до того, когда было определено место постройки храма. Особым промыслом Божиим это место было установлено здесь. Потому что это место ближе к историческому месту храма. Может быть, примерно историческое место храма – это 30-50 метров вдали в село. Но сейчас там уже огороды, частная собственность. Поэтому вот эта площадка, этот пустырь, он тогда оставался незанятым. Здесь такое было заброшенное место. И вот местные жители решили, что лучше здесь и правильно. Здесь место более высокое. Здесь место уже тогда располагало к тому, чтобы здесь был храм. И самое главное, что здесь рядом вот этот крест, памятный о том, что когда-то в селе существовал православный храм. Жители деревни Матвеевской, как и другие жители нашего государства после развала Советского Союза, потеряли под собой основу, смысл жизни. Коммунистическая идеология, на которой держалось государство, изжила себя. Деморализованное население было предоставлено самому себе. Люди искали, на чем можно было бы построить новую жизнь. И этот краеугольный камень, связь поколений, они нашли в прошлом, от которого отказались в начале века. Но связь поколений должна была проявить себя в чем-то конкретном. И этим конкретным поступком стало строительство в деревне храма, вместо уничтоженного в минувшем. И не каким-нибудь благодетелем со стороны, который ищет себе славы, а ими самими. Да, от помощи не отказывались, но главное было личное участие, ибо это была дань предкам, жертва и просто рукотворное подтверждение их веры. И мы в одном из приходских листков обратились, на это тоже стоит обратить внимание, маленькое объявление, но оно сыграло, тоже свою какую-то лепту внесло. Это я его прочитаю. Приходской листок благовещения. Приходской листок храма благовещения Пресвятой Богородицы, села Матвеевская, Подольского района. Номер 7. 2002 год. Обращение от общины, от настоятеля, от архитектора, художника проекта этого храма. То есть неизвестно, какой будет храм, в чем, как он будет выглядеть. Мы тогда не знали, двухэтажный, особый, там, с пятью кополами, с позолоченными, с чем-то, с уж совсем, или это будет небольшой, скромный сельский храм. И когда вопрос об этом решался, мы сделали объявление в Прихоцком листоке, почитая его полностью. Смиренно просим вас оказать содействие в строительству храма Пресвятой Богородицы в селе Матвеевском, Подольского района. Настоятелем храма является Иерей Павел Шемин. Как художник проекта прошу вас проникнуться с серьезностью восстановления культуры деревянного зодчества. В настоящее время возведение шатра находится под вопросом по причине нехватки средств. И поэтому строительство может завершиться установкой простой прямой крыши на уровне трех метров. Ангелы-хранители, благодарим за сердечное понимание нашего труда. С уважением, Николай Александрович Петров Спиридонов, художник проекта Московская область, Подольский район, деревня Матвеевская и расчетный счет Сбербанка. Неоценимую роль возрождения православного образа жизни в деревне Матвеевская сыграл бывший член коммунистической партии Иван Михайлович Ощеренко. Всю свою жизнь он посвятил служению государству и людям. После выхода на пенсию, последняя его должность была начальник Курского вокзала, он поселился в деревне Матвеевская и занялся благоустройством деревни. Когда приехал в нашу деревню Иван Михайлович, они здесь пожили. Потом у него получилась неприятность. Похоронил сына, жену похоронил. И он решил взяться за это дело, чтобы восстановить храм. Он собирал с деревни людей, прихожан все, говорил, что так и так, все согласились, все подписались. И он решил ездить и оформлять, добиваться, чтобы нам разрешили построить здесь храм. Когда он добился этого, собирает нас обратно и говорит, так, будем расчищать, а здесь такие деревья были огромные, будем расчищать. Мужчина, конечно, пилили эти деревья, а мы таскали ветки на поле и жгли там. И были такие случаи, очень тяжело, конечно, было, ветки. Попадется такое бревно, поставишь его перед собой на плечо, плечи были синие от этого. Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ Александр Петрович Солуянов вспоминает, что он с супругой жил в Бутово, посещали храм святых новомучеников и исповедников российских. Им там очень нравилось, и когда супружеской чете выделили землю в деревне Матвеевской для постройки дома, они стали переживать, что добираться до храма новомучеников будет далеко и не по силам. Но по промыслу Божьему начало строительства их дома совпало с установкой в деревне памятного креста. Там они познакомились с Иваном Михайловичем, стали помогать в строительстве церкви на Подойской земле. Так и стали прихожанами Благовещенского храма, в котором они увидели знакомые им лики святых, известные по храму новомучеников и исповедников российских в Бутово. Иван Михайлович – это, конечно, великий государственный человек. Вот буквально на его истории, на биографии можно увидеть историю нашей страны, нашей России, как люди, которые служили всю жизнь государству, наконец приходят к тому, что есть истина. Вот с Иваном Михайловичем мы познакомились, несколько раз переговорили, поняли друг друга, ну вот решили как-то сообща начинать воссоздание храма. Одним из главных помощников в начальном строительстве церкви в деревне Матвеевская стал руководитель компании «Пеликан» Юрий Николаевич Степанов. Он был поистине соработником, кто задал вектор направления в этом богоугодном деле, который до сих пор не прекращается. Как-то я разговаривал с Овсянником Николаем Игнатьевичем, и он говорит, Юрий Евгеньевич, а помогите нам восстановить храм. Ну и все. Попросил и попросил. Я начал рыть фундаменты, заливать бетон, сделать стены. Собственно говоря, все, что у нас была договоренность с Николаем Игнатьевичем Овсянником, то есть все я ему и сделал. 19 октября 2003 года благочинным церкви Подольского округа протеереем Олегом Сердцевым в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Матвеевском была совершена первая божественная литургия. А новым настоятелем храма был назначен иерей Александр Никитин. На его молодые плечи легло не только строительство церкви, но самое главное – воцерковление своих прихожан. А наш Александр до того был хороший, до того был добрый, уважительный. Он с нами говорил, как со своими родителями, что у него не спросишь, он все объяснит. И только одно слово – не стесняйтесь, спрашивайте, не стесняйтесь, я вам что могу, скажу, помогу. В 2003 году в Матвеевском при Благовещенском храме была открыта воскресная школа. В 2004 году была спланирована территория и поставлена ограда. В 2005-м произведен внутренний ремонт. В 2006 году поставлена звольница, построен дом Причта, написаны новые иконы и еще многое-многое другое. У батюшки уже появились спонсоры были, уже начали ему помогать спонсоры. Ну и здесь хорошо, уже стало как-то приятнее, уже иконостас, и все уже вроде как бы стало совсем по-другому. Потом начали к нам ходить в соседних деревень, начали ходить в романцев там, в многороды. В общем, стали люди ходить к нам. И с удовольствием они ходили, им, конечно, нравилось здесь очень хорошо. Постепенно отец Александр сроднился с жителями села, стал своим. Раньше он ездил сюда из города на автобусе, машине, а потом переехал сюда жить, чтобы в любую минуту прийти на помощь своим односельчанам. Мы построили дом в пятом году и копали колодец. И вот эти вот круги, которые, представляете, они вот так вот как-то покосились и перекосились, и упали друг на друга. Вот так вот, что делать, другой копать, этот закапывать? Или что делать? Я уже был батюшка Александр. Я пригласила батюшку Александра. Говорю, батюшка, ну у меня такое горе. Ну, говорю, ну вот копали-копали, отдали деньги, купили вот эти круги, они побились. Говорю, ну вот как их достать? Их достать-то невозможно. Он прочитал молитву. Все, говорит, будет хорошо. Все круги вы, говорит, вытянете. И я его поблагодарила, конечно, все. На следующий день пришли ребята, взяли вот эти штыри такие, вот в дырки вот это, и по маленьку, по маленьку вытянули все, все эти кольца. А у меня сосед рядом жил, говорит, что вы это, закопайте-то рядом, отдать выкопайте, что вы делаете, не делайте, вы ничего не сделаете. А я думаю, нет, батюшка Александр сказал, значит, все. Говорю, дочке своей рассказал, доча, говорю, батюшка Александр сказал, что все будет хорошо, значит, все будет, говорю, хорошо. И действительно вытянули все эти кольца, купили новые, поставили. И у меня так вода забурлила, я думала, что она выскочит прямо с колодца, вот такое бурление воды было. Душа человек так характеризует сельчане отца Александра. С ним можно было поговорить не только о чем-нибудь важном, но и пошутить или попеть. Голос у него хороший, красивый, он пел здорово. Я ему на баяне играл все время. Он песни пел хорошо. Да, да. 12 августа 2007 года архиепископ Можайский Григорий совершил чин великого освящения храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Матвеевском и божественную литургию в сослужении секретаря Московского епархиального управления Протерея Александра Ганабы, благочинного церкви Подольского округа Протерея Олега Серцева, настоятеля храма священник Александра Никитина и других клириков Московской епархии. Если мы откроем историю села Матвеевское, то мы там можем прочесть, что вот в 1762 году, я могу ошибаться, но где-то в эти годы, в селе Матвеевское тщанием помещика Мансурова был возведен храм. То сейчас можно сказать, что тщанием жителей села Матвеевское Щеренко Ивана Михайловича здесь возведен храм. 26 января 2015 года настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Матвеевском был назначен Ирея Андрей Соломасов. Прихожане очень переживали, что отца Александра перевели в другой храм. Писали благочинному, просили оставить прежнего настоятеля. Но постепенно узнав поближе отца Андрея, они успокоились, увидев в нем родную душу. Тоже хороший батюшка, тоже внимательный. Ну, сказать нечего. На вопросы на все он тоже ответит. Посоветовать он все время советует. Когда у него исповедуюсь, он все время спросит, а вы каетесь в своих грехах? Всегда спросит. Батюшка, каюсь. Ну, грехи-то у нас у старых одни и те же. Мы ничего уж стараемся не грешить, но обсудать, обсудим. Поговорить с кем-нибудь поговорим, надо это или не надо. Ну, вот такие наши исповедальные грехи. Вместе с отцом Андреем в Благовещенский храм пришли его духовные чада, кое считают своим долгом разделять и радости, и горести со своим духовным отцом. Нелли Александровна рассказывает о том, как долго она искала священника, которому может довериться. Я очень благодарна Богу, что я встретила этого батюшку. Очень благодарна. Я буду всю жизнь благодарна им, благодарить его за это. Правда. Потому что это был такой вот, действительно, в моей жизни очень сильный поворот. И таким образом я стала воцерковляться, исповедоваться и причащаться. И до сих пор вот живу вот этим счастьем, радостью, что встречусь со своим батюшкой. И вот когда не видишь его, там, неделю уже скучаешь по храму. А когда не видишь дольше, там, очень страшно скучаешь, потому что хочется встретиться вот с этими глазами, которые добрые, полны любви и сострадания. И вот, не знаю, такое счастье вот выпало мне в жизни. Слава тебе, Господи, за этот подарок, который я долго-долго искала. Господь никогда не забывает тех, кто работает для славы Его. 7 июля 2017 года умер Иван Михайлович Щеренко. Поистине он удостоился христианской кончины. В день своего святого покровителя Иоанна Претечи Иван Михайлович пособоровался, причастился и мирно отошел ко Господу. И когда он подошел к нему, Иван Михайлович, я сейчас вас буду соборовать. А он никак не может рот открывать. Он глазами-то моргает, он понимает все. Я говорю, миленький мой хороший, ну, пожалуйста, открой рот, и сейчас тебе причастят. Это для тебя так важно. И вот как-то с легкостью он открыл, и его батюшка причастил. А потом он лежит, а я так молитву, думаю, е-мое, ему надо как-то помочь, он же умирает. Побежала к батюшке, говорю, батюшка, может быть, ему надо молитву прочитать, чтобы душа от тела отходила, разлучалась или как это грамотно там. И он говорит, да, говорит, Вера Петровна, вас благословляю, вы, говорит, прочитайте. И я буквально прочитала эту молитву, и так обернулась, и он так вот вздохнул и умер сразу. Понимаете, как-то вот ему, наверное, это очень помогло вот это все. На отпевание проститься с ним в храм пришло множество людей, чьи надпевания совершали два священника – прежний настоятель храма – священник Александр Никитин и нынешний настоятель – священник Андрей Соломасов. В 2018 году по благословлению Преосвященнейшего Метрополиту Ювеналия в селе Матвеевское начались работы по расширению храма Благовещения Пресвятой Богородицы. С каждым годом количество прихожан увеличивается, и по выходным и праздничным дням храм уже с трудом вмещает всех молящихся. В связи с этим было организовано собрание прихода, на котором приняли важное решение о расширении храма. Проект был согласован с администрацией города и утвержден Московской Патриархией. Самое приятное сейчас, что прихожан со всех окрестных городов и сел все больше и больше в храме, соответственно, он уже не вмещает и достаточно много детей. Вот это наше будущее, это то поколение, от которого будет зависеть уже судьба России. Поэтому это очень значимо. Думали, что памятник истории будет в селе Матвеевском. Получился этот центр, просто центр, село, на мой взгляд, действительно, как-то изменилось, преобразилось. Ну и благодаря, конечно, батюшкам, одному, второму, третьему, прихожанам. Поэтому решение о расширении храма, оно назрело. Я надеюсь, что всем миром осилим мы эту задачу. И так, чтобы помещались большая часть прихожан в храме, особенно на большие праздники, на торжества, я надеюсь, что у нас все получится. Особую роль в возрождении духовной жизни в селе Матвеевском сыграло то, что все священники, которые служили и служат здесь, делают одно дело сельчанами. Они не чувствуют себя здесь наемниками. Они не превозносятся над прихожанами, не ставят между собой народом некую стенку. Они просто служат Богу и людям, и в этом видят свое призвание от Создателя. Батюшка Александр хороший, прекрасный. Батюшка Павел тоже у нас был хороший, прекрасный. Мы также тоже переживали, как отца Павла убрали. Мы переживали, что отец Александр пришел, молодой такой, как говорили, Господи. Ну вот переживали, как и что, и не хотели его сначала. А потом он хороший оказался, добрый. Такой добрый, я не знаю, он ни в чем никогда не отказывает. Что не попроси, он позвонишь ему, он приедет. И словом поддержит, и скажет, и хороший человек. Я ничего не могу сказать. Вот, очень хороший человек. Пришел отец Андрей. Мы тоже переживали, плакали, писали. Писурки вот эти вот все, чтобы поехать, чтобы нам, батюшку этого оставили, Александра. Но нам его не вернули. И благочинный сказал, что вот так. Священники, как солдаты. Куда пошлют, туда он и идет работать. Служить. Не работать, а служить. Если говорить обо всех прихожанах, то каждый из них по крупице, по частице своей души вложил в создание Дома Божиего. Они украшали свой любимый храм. Заботились о нем, год из года делая краше и уютнее. И у самих на душе от этого становилось тепло и светло. Так незаметно и произошло обновление и преображение не только храма и родного села, но и их самих. А у нас еще, представляю, матушка Богородица. Принесли ее на сжигание. Она вот такая вот, черная вся. Помните? Черная вся была. Даже ни лика не видна ее. Вот это вот все было, все сплошное черное пятно. Такое вот. Я говорю, матушка, ну куда это ее? Говорю, старинная икона такая. Он говорит, нет, не надо, мы ее сжигать не будем. Мы ее поставим, давайте ее, говорит, поставим. Пусть она, говорит, стоит. Вот она у нас долго-долго стояла. И это года три назад, да? Три. Три года назад она начала обновляться. Сначала нимб вот этот вот проявился, вот такой серебряный. А потом ручки пошли. Вот так вот это светлое. Она в серебряной рамке. Ну, и она обновилась вся. А теперь она, у нее золотой нимб. Николай, этого Иисуса Христа, она вот так на ручках держит, и тоже нимб у него золотой вот такой вот. Вот. Потом у нас все иконы обновились Николая Угодника. Вот одна вот, она была вся серебряная икона, вот она, вы покажете ее, да? А сейчас она вся золотая стала. Вот, она обновилась, она висела в храме у нас, вот эта икона. Вот ее сюда повесили. Вот. И еще одна икона Николая Угодника, уже золотой нимб. Вот тут она была вся серебряная, вот такая, ну, серебряная, но чернеет. Вот. А это начало обновляться, и ручки, вот эта вот вся икона, вот. И вот этот нимб стал золотой. И вот еще одна икона у нас обновляется. Воронежский, Митрофанушка Воронежский. Он тоже весь был черный. Принесли икону. Это очень старая икона. Вот ее принесли. Это Валя принесла, да? Она у нас пела, певчей была, и она принесла эту икону. И, по-моему, она из дому ее принесла, потому что она вся черная была. И вот батюшка Александр тоже сказал, не нужно, эту икону мы повесим. Говорит, вот сюда пусть она висит. И вот сейчас она тоже обновляется. Представляете, это вот возле головы, вот здесь вот так вот прям, как будто бы кто-то вот так вот взял и вот так вот и почистил, вытер, да? Вот так вот прям почистил возле головы у него. Процесс духовного восстановления в том и состоит, чтобы открыть в себе образ Божий. Выявить, очистить, восстановить его. Во многом это напоминает реставрацию иконы, когда почерневшую, закопченную доску промывают, расчищают, снимая слой за слоем старую олифу, многочисленные позднейшие наслоения и записи, пока в конце концов не проступит лик, не высияет свет и не проявится образ Божий. Вот как это осмысливал великий русский поэт Федор Иванович Тютчев. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, Все зримое вокруг покроют воды, и Божий лик отобразится в них. Смысл этих строк становится отчетливо понятен в виде того, как преобразились жители села Матвеевское, уподобив свое место жительства иконе Святой Руси, сотворившее своими добрыми христианскими деяниями рукотворное чудо, и изменив не только свое материальное, но и духовное бытие, сумев воистину сделать шаг в вечность. Субтитры создавал DimaTorzok